Глава Московской администрации Александр Огачук вручил ордена матери подарки и денежные вознаграждения 10 октября. Настоящие героини многодетные мамы справедливо получили награду за свой круглосуточный труд, бессонные ночи, терпеливый нрав и любовь. Для многих это мероприятие стало настоящим семейным праздником. Мужья и дети всегда поддерживают своих хранительниц очага, и этот день не стал исключением. Видишь перед собой настоящих героинь, настоящих женщин с большой буквы, людей, которые, чего греха таить, наверное, все свои профессиональные амбиции поменяли на амбиции хорошего понимания материнства. Очень хочется пожелать, чтобы в этих семьях царила атмосфера взаимопонимания, чтобы в этих семьях дети воспитывались на тех традициях, о которых говорили сегодня сами награждаемые, потому что у меня много детей, потому что много детей у моих родителей. Несмотря на огромный объем работы, которую выполняют многодетные мамы, все они находят время для себя и всегда нарядные и ухоженные. Ведь женщина должна оставаться женщиной. Мамочки уверены, родным важно видеть их красивыми и счастливыми. Так они передают частичку позитива, теплой радости своей семье. Горжусь ими, потому что это самое большое счастье быть женой, быть матерью. И какой бы пост женщина в своей жизни не занимала, какое рабочее место, какую бы важную работу она не делала, все равно в жизни самая главная семья. Семья – это семь «я». И женщины, которые сегодня награждались орденами матери, у них это и реализовано. Семья в смысле у них уже семь «я». В государственном учреждении территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста мам поздравляли 11 октября. На праздник были приглашены многодетные мамы, а также мамы-герои в Беларуси – Владимира Корвата и Валерия Хована. В первую очередь, конечно, женщина – это мама, как бы то ни было. Но если женщина ведет активный образ жизни и строит при этом параллельно карьеру, ничто этому не должно мешать. Но изначальное предназначение, конечно, это мама, поэтому этому им все уделяется внимание и государством. И вот вы сегодня отметили, какие они красивые все эти женщины, какие они радостные. Вне зависимости от того, что у кого-то трое, четверо или пятеро детей, они успевают еще и следить за собой, не только воспитывать своих детей, но и являются прекрасными работниками. Дружественная атмосфера, интересные музыкальные номера, выступления творческих коллективов – все это сделало праздник для мам Ленинского района приятным и запоминающимся. В конце мероприятия приглашенные мамы получили памятные подарки от попечительского совета, администрации района и общественного объединения БРСМ. Счастье в детях, конечно. У меня их трое. Я старшему 9,5 лет, среднему 4 года, а маленькой Аннушке 4 месяца. Среди всех праздничных дней в календаре 14 октября – один из главных. Этот праздник – самый лучший повод сказать главному человеку в жизни каждого из нас важные слова любви и благодарности. Ведь они действительно их заслужили. Каждая мама уже героиня. Ведь от ее каждодневного, кропотливого и порой незаметного для окружающих труда зависит будущее ребенка, его успехи и характер, отношение к жизни и людям, зависит его судьба.